Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, наконец-таки, в рамках этой недели нас ожидают какие-то отчеты, за которыми мы, безусловно, будем следить. Это статистика, которая точно раскачает волатильность и сделает движения более трендовыми. Мы ждем сегодня блок макроэкономических данных из еврозоны. Это индексы производственной активности, активности в сфере услуг 8.30 по GMT. Далее в 9.30 по GMT куда более важная для нас статистика по аналогичной активности в промышленности и сфере услуг только для английской экономики. В 14.45 по GMT решение Банка Канады по процветной ставке. Сегодня я рассчитываю на то, что канадский доллар не сможет удержаться на текущих значениях, а поэтому пара доллар-канадец имеет очень хороший запал выйти к новым локальным максимумам. Также в 14.45, в тот же самый момент времени, когда будет представлено решение Банка Канады по ставке, еще выйдет блок статистики по деловой активности в США. Это индексы PMI, активности производственного сектора и сферы услуг. Эти релизы мы будем разбирать, анализировать через призму влияния на действия американского регулятора. То есть, если вам интересно, можете еще даже до моего следующего брифинга после выхода этой статистики зайти на сайт FedWatch и посмотреть на то, как изменилась вероятность ожидания рынка того, что американский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки в марте. Соответственно, заранее могу сказать, что если мы увидим еще парочку сильных отчетов, то вероятность снижения ставки будет еще ниже. И, скажем, относительно под закрытие торговых сессий в 15.30 по GMT выйдет еще отчет по запасам нефти в США. Постоянно делаю акцент на то, сколько нефти сейчас добывается в Штатах. И это, на мой взгляд, должно логичным образом конвертироваться в прирост запасов. Ну, судя по последним отчетам и особенно по статистике Американского института нефти, какой-то корреляции между этими явлениями нет, что довольно странно. Кстати, если у вас есть объяснение, это вы можете писать в комментариях, будет очень интересно ознакомиться с вашей точкой зрения. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.20, а вчерашнего дня был 103.60. Мы рассчитывали и ожидали на то, что доллар перейдет к локальному росту, потому что рынок все больше сомневается в том, что Федрезерфа созреет на скорую корректировку ключевой процентной ставки и, скорее всего, сохранит ее на высоком уровне в течение длительного периода времени. Меня удивило то, что доллар оказался стойким и даже набрал немного пунктов в рамках дня после сообщения о том, что в Китае готовится новый пакет экономических стимулов. И это не какой-то местечковый пакет, который поддержит через субсидии отдельную отрасль, это вливание на 2 миллиарда юаней, то есть больше 250 миллиардов долларов. Казалось бы, такие экономические стимулы точно должны улучшить перспективы китайской экономики и положительным образом отразиться на динамике рисковых инструментов. Но вот этого что-то всего вчера не было. Может быть, рынок завязан на идее изменения ключевой процентной ставки в США и сейчас только лишь ориентируется на то, как меняются шансы на определенные изменения в этом векторе монетарной политики. Сегодня данные PMI производственного сектора и сферы услуг в Штатах, как я уже отметил, релиз точно повлияет на динамику доллара. По прогнозам, особенно неплохие цифры будут в сфере услуг, но как минимум мы увидим продолжение восстановления этой отрасли. Завтра выйдут данные по ВВП, заявкам на первичные заявки на прощение по пособиям безработицы, заказы на товары длительного пользования. И еще, опять же, в пятницу под закрытием недели динамика личных доходов и расходов. То есть с завтрашнего дня еще больше релизов из США и, соответственно, еще больше потенциальное движение доллара. Пока что американская валюта смотрится неплохо и долгосрочно, если говорить непосредственно про индекс доллара, этот актив имеет шансы выйти к новым максимумам. Золото 2024 доллара за тройскую унцию, те же самые уровни, что были в начале недели. После какой-то легкой волатильности в рамках торговой сессии мы все равно возвращаемся к уровням, которые нам уже знакомы. Сантимент не меняется, почти 50 на 50, поэтому нет какой-то конкретной торговой идеи. Будем ждать, друзья. Британская валюта 1,27. Текущие котировки. Я ожидаю дальнейшего восстановления. Очень хороший, позитивный фундамент сейчас снова идет из Англии, в частности, последние данные по бюджету Англии. Дефицит сократился до 7,7 миллиардов. Это вдвое лучше, чем ожидали эксперты. И есть точка зрения, что на фоне значительного снижения дефицита очень скоро Минфин может пойти на решение по снижению налогов, что создаст идеальные условия для экономического роста, для того, чтобы простимулировать его. Очень нуждается в этом сейчас английская экономика из-за последних не очень хороших данных по уровнячным продажам, которые мы разбирали ранее, которые, в принципе, определенным образом, если их интерпретировать, могут стать поводом для того, чтобы отправить британскую экономику в рецессию. Но еще раз отмечу, что я все-таки ожидаю, что этой рецессии не будет. И сегодня должна прийти поддержка со стороны данных по PMI производственного сектора Англии и активности в сфере услуг. Будем разбирать отдельно составной еще индекс, потому что там траектория роста сохраняется. Я надеюсь, что сектор в целом промышленности сферы услуг, вместе взятые, они смогут поддержать британскую экономику. Поэтому цели на конец этой недели движение в районе отметки 1,28. Американский фондовый рынок, друзья, 4905 пунктов по S&P, то есть поздравляю, мы сделали очередную цель. Нет каких-либо сомнений в том, что этот рост продолжится и прям как магнитом тянет индекс сейчас к сопротивлению. Хотя, наверное, это неправильно говорить, потому что такой уровень мы еще не видели по S&P. К следующей такой психологической планке 5 тысяч пунктов. Туда мы придем, потому что новостной фонд за то, чтобы на рынке сохранялся оптимизм. Уже ранее отмечал, это сильная статистика, это и очень удачный пока что сезон квартальных отчетов и сантимент, который указывает на то, что толпа так и сидит в продажах, рассчитывая на разворот. Очень интересный момент заключается в том, что даже если покупать S&P индекс на историческом максимуме и держать индекс в течение следующих 12 месяцев, вы все равно будете в плюсе. Единственный год, когда это было не так, 2007 год. Но это скорее исключение. Доллар канадец 1,3470, ждем роста выше отметки 1,35. Решение Банка Канады по ставке впереди. Ее, конечно же, оставят на уровне 5%. Но, учитывая снижение инфляции, ждем мягких комментариев от руководства Банка Канады. Это должно показать давление на канадскую валюту. Доллар иена 148. Итоги заседания Банка Японии. Они, я думаю, никого не удивят. Решение по ставке то же самое. Не стали также менять механизмы контроля кривой доходности. Но важно отметить, что глава Банка Японии Уэда отметил или, скажем так, видит очень хорошую стоимость для скорого достижения инфляции. Целевого ориентира в 2%. И при необходимости готов принять дополнительное решение об экономическом стимулировании. В принципе, не думая о каких-либо последствиях. Ну, хотя думать-то особо и не нужно. Потому что инфляция, она неуклонно продолжает снижаться. В Японии и эти экономические стимулы можно ставить еще и в силе. Также он дал ориентир, что очень внимательно будет следить за итогом весенних переговоров. Как раз я об этом рассказывал между работодателями и профсоюзами. То есть, до этого еще очень много времени. Поэтому пара доллар-иена сохранит потенциал роста к отметке 150. И рынок нефти 79.40. Есть пару негативных моментов, связанных с ростом нефтедобычи. Во-первых, возобновили работу в Ливии на крупнейшем месторождении Шарара. Это еще плюс 300 тысяч баррелей в сутки. И увеличился объем добычи в Норвегии. Плюс 40 тысяч в прошлом месяце до 1,81 миллиона. Это хоть какое-то предложение, которое все-таки будет нагружать в целом общую мировую экономику в условиях снижающегося спроса. И я по-прежнему, друзья, за то, чтобы нефть перешла к снижению и вернулся в район уровня 75 и потенциально ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.